всем привет мы продолжаем ретро рубрику канала где вам показываю различные масштабные копии выпускавшиеся разнообразными брендами около 10 лет назад также сегодня мы затронем тематику автоспорта и для любителей гоночных машин в некотором роде сегодня праздник потому что подобная техника мелькает в моих видео обзорах не так часто небольшой поклонник раскрашенных автомобилей хотя если постараться я думаю в коллекции наберу порядка 500 разнообразных гоночных масштабных копий и в основном покупал такие автомобили когда мне очень нравился сам прототип возможно у машины была красивая схема окраски которая подходит данной модели также собирал некоторые автомобили если им управлял определенный пилот как например михаил шумахер и у меня в коллекции есть небольшое собрание гоночных автомобилей ferrari но все же это лишь малая часть в море огромного количества масштабных копий и если посмотреть на советский автопром то вроде бы он существовал но опять же масштабных копий представлено не так много и надо отдать должное производителю deep models они выпустили вполне хорошую серию советских гоночных машин но опять же почему-то она не пользовалась большим спросом и многие модели до сих пор можно найти в продаже за вполне умеренную цену и на мой взгляд эти модели вполне удачные я очень рад что deep все же попробовал себя в выпуске таких автомобилей ведь кроме него больше таких автомашин никто и не выпускал попадались некоторые модели в рамках журнальной серии автолегенды ссср но насколько мне известно многие машины не походили на настоящие прототипы также у большей части был чуть крупнее масштаб если поставить журнальную модель рядом с аналогом от deep models конечно она будет больше похожа на детскую игрушку герой сегодняшнего видеоролика это lada priora подготовленная для кольцевых автогонок эти модели deep показал в декабре 2011 года и тогда он представил три варианта исполнения гоночного автомобиля машины были в одном варианте окраски у них отличались бортовые номера 18 19 и 36 последнюю модель как раз сегодня мы и рассмотрим также у deep до этого вышло две приоры в варианте tms одна белая вторая темно-зеленая чуть позже появился черный вариант и также выходили классические гражданские версии sedan хэтчбэк и универсал и странно почему deep не освоил тематику классических советских автомобилей у них были попытки сделать москвич 412 но почему-то эта машина не пошла в серийное производство и давайте распакуем коробочку посмотрим на этот гоночный автомобиль поближе и в комментариях вы можете написать что вы думаете о этой модели есть ли в вашей коллекции похожие машины и насколько мне известно такую ладу приору в 43 масштабе больше серийно никто и не выпускал хотя автомобиль возможно кому-то будет интересен и особо не следил за отечественным автоспортом поэтому не могу сказать занимала ли данная лада какие-то призовые места если вы осведомлены то тоже поделитесь в комментариях информации это будет интересно не только мне но и зрителям моего канала и гоночные автомобили у deep models поставляются в голубой коробочке также картонка с вырезом вы можете рассмотреть модель не вынимая ее из бокса и последующие модели у этого бренда уже паковались в глухую картонку темно-зеленого цвета и мне второй тип упаковки нравится больше потому что часто вынимать модель из этой хлипкой коробочки вам не удастся и рано или поздно она порвется в рамках своих видеороликов я часто вам показываю модели для сравнения поэтому у меня такие коробочки быстро приходят в негодность на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного производителя естественно эти модели изготовлены в китае также указан артикул по которому можно найти автомобиль в интернете и прототип lada priora 2009 года указан гонщик который управлял этим автомобилем качеству покраски и сборки особых нареканий нет правда в некоторых местах не очень аккуратно наклеена декаль и видны небольшие пузырьки воздуха автомобиль разительно отличается от гражданской версии и первое что бросается в глаза это расширенные колесные арки и в таком обвесе машина смотрится очень симпатично агрессивно и кстати у этого автомобиля вполне симпатично нанесенный орнамент бывают гоночные машины у которых просто налеплено огромное количество спонсорских декалей и на мой взгляд они только портят вид автомобиля здесь все более менее гармонично хотя если присмотреться почему-то на лобовом стекле не очень ровно наклеена белая декаль и думал что здесь производитель ошибся посмотрел фотографии настоящих автомобилей там точно также наклеена наклейка и есть небольшие просветы на верхней части лобового стекла у этого автомобиля прекрасно детализирован кокпит есть каркас безопасности также защитная сетка если присмотреться то можно увидеть прекрасное сиденье рулевое колесо рукоятка переключения коробки передач на полу тоже есть специальное оборудование на заднем стекле сделали имитацию нитей обогрева опять же есть различные наклеечки на крыше присутствует маленькая антенка очень тоненькая похожая на волосинку и будьте осторожны если по какой-то причине вам придется протирать эту модель от пыли не смахните мелкие детали и также на крыше установлены небольшие камеры тоже мелочь но приятно вполне нормальный спойлер я так понимаю ножки у него из фототравления задняя светотехника здесь без каких-либо нареканий есть шильдик lada надпись lada и надпись priora значок посередине вполне нормальный а надпись на мой взгляд должна быть чуть чуть мельче но опять же такие микроскопические детали очень сложно делать в 43 масштабе и здесь скорее всего производитель пошел на определенное упрощение присутствует выхлопная система также место для буксировки автомобиля прекрасные колесные диски со сквозными отверстиями виднеются суппорта и тормозные диски на покрышках есть маркировка бренда yokogama ну и другие узлы и отлично смотрится передняя светотехника и в целом отлично передан образ настоящего прототипа возможно есть какие-то искажения в геометрии масштабной копии я ее особо не замерял но визуально сравнивая этот автомобиль с фотографиями настоящей машины в интернете мне ничто не режет глаз и давайте покажу вам советские гоночные машины от dick models например gas gl1 в черном матовом цвете тоже очень необычная масштабная копия и этот вариант продавался с небольшим буклетиком когда делал обзор на эту масштабную копию показывал книжечку тоже кому интересно можете найти старый видеоролик поставим его рядышком покажу вам zil 112 тоже очень необычный автомобиль у dipa было несколько вариантов исполнения базовой модели у меня в коллекции две масштабные копии тоже демонстрировал их в старых видеороликах и еще хочу купить белый вариант настоящий автомобиль я встречал в рижском музее и мне хочется эту модель в свою коллекцию правда она не сильно отличается от этого голубого автомобиля и скорее всего dip выбрал именно голубой цвет своих коробочек на гоночной серии потому что настоящие советские автомобили почти все были в таком сине-голубом цвете так что если вы поклонник отечественного автоспорта также автомобилей волжского завода можете приобрести эту модель в коллекцию она до сих пор встречается в открытой продаже например в европе такие гоночные лады продают за 40-50 евро в зависимости от магазина и это вполне адекватная цена в нынешних реалиях за такой уровень проработки не стоит забывать что за последние года цена на масштабные копии подскочила и если раньше продукция neo стоила 30-35 евро сейчас точно такие же модели продают за 80-90 евро то же самое и с изделиями dip models если вы посмотрите на эти автомобили по старым ценам они возможно стоили 1700-1800 сейчас точно такая же модель вам обойдется в 4000 и выше если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик если вы не сделали этого раньше также заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции и можете посмотреть другие видео обзоры их на сегодняшний день на канале скопилось более тысячи на сегодня это все до новых встреч пока